Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 14 декабря, Православная Церковь совершает память праведного Филарета Милостивого. Праведный Филарет Милостивый, сын Георгия и Анны, воспитанный в благочестии и страхе Божьем, жил в VIII веке в селении Амнии по Флагонской области в Малой Азии. Жена его Феозова была из богатой и знатной семьи, у них были дети, сын Иад и дочери Ипатия и Еванфия. Филарет был богатым и знатным вельможей, но богатство его не радовало. Зная, как много людей страдает от бедности, вспоминал он слова Спасителя о страшном суде и о малых сих, слова апостола о том, что человек, умирая, ничего не уносит из мира. Строки царя Давида о вознаграждении праведника. И Филарет прославился нищелюбием. Однажды измальтяне, то есть арабы, напали на Пафлагонию, опустошили страну и разграбили имущество Филарета. У него осталось два вала, корова, несколько ульев и дом. Но и это последнее он постепенно раздал бедным. Стойко и кротко переносил он упреки жены и насмешки детей. «Я имею в тайниках вам неизвестных такое богатство и такие сокровища», отвечал он родным, «которых достанет вам, даже если вы и сто лет проживете без труда и ни о чем не заботясь». И Господь воздал Филарету за его милосердие. Когда была отдана последняя мера пшеницы, его старый друг прислал ему 40 мер, а после того, как была отдана нищему теплая одежда, к нему вернулось богатство. В то время византийская императрица Ирина искала невесту для сына, будущего соправителя Константина Багрянародного, и для этого по всей империи разослала послов. Послы не миновали и амнии. Когда Филарет и Феозва узнали, что высочайшие гости должны посетить их дом, Филарет очень обрадовался, а Феозва опечалилась. В доме не было вообще никакой еды, о подобающем угощении нечего было и думать. Но Филарет приказал жене хорошенько убрать в доме. Соседи, узнав, что ожидаются царские послы, принесли в изобилие все для богатого пира. Послы отобрали для царских сматрин вместе с десяти красивейшими девушками внучку Филарета Марию. Мария превзошла своих соперниц добротой и скромностью и стала царицей, а Константин Багрянародный щедро одарил Филарета. Так вернулись к Филарету слава и богатство. Но, как и прежде, святой нищелюбец щедро раздавал милостыню и устраивал трапезы для нищих, и сам служил им во время этих трапез. Все удивлялись смирению Филарета и говорили. Поистине, человек этот весь Божий, истинный ученик Христов. Слуги он приказал сделать три ящика и наполнить их порознь золотыми, серебряными и медными монетами. Из первого получали милостыню совсем не имущие, из второго лишившиеся средств, а из третьего те, кто лицемерно выманивал деньги. Так, не приемля почестей в смирении и нищелюбие достиг блаженный старец 90 лет. Предвидя свою кончину, он отправился в константинопольский монастырь Радольфию, раздал там все, что имел при себе на монастырские нужды и нищим. Призвав родных, наставлял их в нищелюбие и нестяжательности и мирно приставился Богу. Скончался он в 792 году и погребен в обители суда Рудольфия в Константинополе. Святость праведного Филарета подтвердила явленное после его смерти чудо. Когда тело святого несли к месту погребения, один человек, одержимый бесом, схватился за гроб и следовал с погребальной процессией. На кладбище произошло исцеление бесноватого. Бес повалил человека на землю, а сам вышел из него. Многие другие чудеса и исцеления совершались при гробе святого. После смерти праведного Филарета его жена Феузова трудилась, восстанавливая в Пафлагоне монастыри и храмы. После смерти праведного Филарета его жена Феузова трудилась, восстанавливая в Пафлагоне монастыри и храмы, разрушенные во время иноземных нашествий. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, пророка Божия Наума, мученика Анании Персинина. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok